Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 25, послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Толкование блаженного фефилакта. Предлагает способ, как можно нам совершать словесное служение. Он состоит в том, чтобы мы не сообразовались с веком сим, ибо в нем нет ничего постоянного и порочного, но все временно, и имеет только наружный образ, а не сущность или пребывающее существо. Итак, не сообразуйтесь, говорит, и вы с веком сим, не имеющие постоянной сущности, то есть не помышляйте о находящемся в нем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, то есть всегда обновляйтесь. Ты согрешил, душа твоя обветшала, обнови ее. Ты отчасти исправил нравственность свою, постарайся исправлять ее более и более, и ты станешь новым, преобразуясь всегда к лучшему. Заметь же, что мир назвал наружным образом, означая тем его удоборазрушимость и временность. А добродетель назвал существенным образом, так как она имеет природную красоту и не нуждается в наружных личинах и прикрасах. Мир имеет наружный образ, чтобы вести нас в обман, а добродетель показывает свой существенный образ без личин, поэтому мы должны всегда преобразовываться до подобродетели, обновляясь себе от зла на добро и от меньшей добродетели к большей, сказав, что мы всегда обновлялись, делаясь новыми, показывает, какая польза от этого обновления ума. Оно говорит полезно, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Кто обветшал умом, тот не знает, в чем состоит воля Божия, не знает, что Бог хочет, чтобы мы жили в смиренномудрии, любили нищету, плакали, исполняли все прочее, заповеданное нам Богом. Слава Иисусу Христу! Напротив, кто обновлен духом, тот знает, в чем состоит воля Божия, знает точно так же, как и иудеи, держащиеся закона. Волей Божией был и закон, но неблагоугодный и несовершенный, потому что дан был не как главная воля, но как приспособленная к слабости иудеев. Совершенная же и благоугодная воля Божия есть новый завет. Впрочем, согласно с Василием Великим, можешь и так понимать. Много такого, чего хочет Бог. Иного хочет Он для благотворения нам, это называется благим, как исполненное благости. Иного же хочет Он, как прогневляемый грехами нашими, это называется злым, как огорчающее нас, хотя и цель его благо. Поэтому, чего хочет Бог для благотворения нам, тому и мы должны подражать. А что возбуждает чувство скорби, того не должно нам делать. Ибо мы не служители зла, но лукавые духи. Ибо не мы служители зла, но лукавые духи. Посему, во-первых, подмечай волю Божию. Благая ли она? Потом, когда узнаешь это, смотри, угодно ли Богу эта воля. Ибо много такого благого, которое не благоугодно Богу, потому что делается или не в то время, или не тем лицом, как бы надлежало. Например, благо, чтобы кодили Богу. Но когда сделал это озе, то не благоугодил Богу. Книга 2 Параллипоминон, 26 глава, 16 стих. И еще. Благо было, чтобы ученики узнали тайны, но чтобы они узнали их прежде времени, это не благоугодно было. Вы, говорит, теперь не можете вместить. Евангелие Теана, 16 глава, 12 стих. Когда же что окажется благим и благоугодным, то постарайся, чтобы это совершено было и без недостатков, точно так, как требуется без отступления того. Например, раздать следует в простоте. Послание к римлянам, 12 глава, 8 стих. То есть, с щедростью. Но если это делается со скупостью, то раздача не точно согласна с требуемым относительно ее. Послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. По данным неблагодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Толкование. Павел, будучи смиренно мудрым, никогда не почитает достаточными собственные слова, но подтверждение их представляет то милосердие Божие, то благость. Благодать. Благодать. Я, говорит он, не от себя, предлагая слово, но от Бога, внушенный мне благодатью его. Не думайте о себе более, нежели должно думать, говорит он всякому, и простецу, и начальнику, а рассуждает прежде всего о смиренно мудрее, подражая Господу, который начал сонова, блаженны нищие духом. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Смысл слов его такой. Должно думать, то есть иметь высокую мысль, но для того, чтобы думать о небесном и возвышаться над земным, а не для того, чтобы возноситься над ближними. Это значит думать более, нежели должно думать. Мы получили благоразумие не для того, чтобы обращать оное невысокоумие, но в целомудрие, то есть смиренно мудрие. Так сказал, дабы показать, что высокоумный сумасбродствует, и вышел из ума своего, а смиренно мудрый имеет здравые мысли, и потому называется целомудренным. Сказав, что мы не должны высоко думать о себе, указывает теперь, как должно думать о себе скромно, и говорит, что должно думать о себе скромно, помышляя, что Бог каждому уделил меру веры. Так как по причине дарования духовных многие впали в высокоумие, то и говорит, что должно думать о себе скромно, потому что Бог каждому уделил меру веры. Ибо это не от твоего зависит успеха, но есть божественное дарование. Велико ли оно, мало ли, но даровал его Бог. Дарованием называют здесь ту веру, которой творили чудеса. Ибо вера двух родов. Одна принадлежит нам. Например, вера твоя спасла тебя. Евангелие от Матфея, 9 глава, 22 стих. А другая есть дар Божий. Это та вера, которой совершаются чудеса. Например, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 4 и 5 стихи. Ибо, как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Толкование. Примером тела членов изнизлагает великое возношение высокоумия. Тело одно, но имеет различные члены, совершающие различные действия. Так точно и мы, верующие, составляем одно тело во Христе, как в главе. А порознь мы – один для другого члены, не только малый для большого, но и большой для малого. Итак, не превозноситесь друг при другом. Как члены вы имеете нужду друг в друге. Послание к римлянам, 12 глава, 6 стих. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчеству и по мере веры. Толкование. Не сказал, имея дарование, большее или меньшее, но различное. Так самым именем смиряет превозносящихся. И не добродетелями называет, но дарованиями. То, что получил ты, говорит, есть дарование Божие, а не твое дело. Это дала тебе благодать. И так, чтобы смирить превозносящихся, говорит, что это дано Богом, и называет это дарованиями. А чтобы возбудить ленивых, показывает, с другой стороны, что для получения дарования и мы привносим нечто. И говорит, пророчествуй по мере веры. Хотя это благодать, но изливается непросто. А проливать столько, сколько вмещается суд веры, предоставленный ей. Почему упоминают сначала о пророчестве? Может быть и без особенной причины. А вероятно, потому что некоторые превозносились этим дарованиям. Если же превозносились, то почему Бог не лишал дарования? Для пользы людей и в наставления нам, чтобы мы не осуждали имеющих дарования, и тогда, когда они согрешают. Если я, говорит Бог, не отнимаю благодати свои, то кто ты, унижающий, имеющего дарования? Послание Кремлина, 12 глава, 7 стих. Имеющий ли служение, пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Толкование. Есть служение и дарование особенное в чине церковном. Каково служение семи диаконов? Но здесь, под именем служения, разумей, вообще всякое духовное дело. Какое, говорит, получил ты служение, в исправлении того пребывай. Это слово должно приложить здесь. Не ищи чего-либо большего, и не превозносись перед другими, а будь доволен тем, что получил. Если принять служение в общем смысле, то далее перечисляются виды его. Если же разуметь служение особенное, дьяконское, то заметь, как сперва упомянул о низшем, а потом положил высшее, то есть учение, не наблюдая порядка и тем самым поучая нас не гордиться и не превозноситься тем, что кажется нам высшим. Послание Кремлина, 12 глава, 8 стих. Увещатели, увещевай. Раздаватели ли, раздаватели. Раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Толкование. И увещание есть вид учения. Ибо учением называется вообще рассуждение о всяком предмете, а увещанием, собственно, то, когда кто успокаивает словом души, возмущенный скорбью или гневом. Итак, увещатель говорит, пусть пребывает в увещании, делает свое дело, и не превозносится он перед другим. Сказав об учении и увещании, то есть о том, что относится к попечению о душах, теперь говорит о телесном, как занимающем второе место. Простотой называют щедрость. Следовательно, учит раздавать с щедростью. Ибо никакая добродетель не бывает добродетелью, если совершается ненадлежащим образом. Так и девы, хотя имели елей, но имели его недостаточно, почему и отвержены. И начальник должен проходить служение свое тщательно и неленостно. Начальствовать же значит воспомоществовать тому, кто требует помощи, словом и делом. Так как сказал о раздаянии имущества, а имуществом изобилуют не все, то присовокупляет. Будь предстоятелем другим образом. И помогая нуждающимся только с отчанием, выше сказал, что должен раздавать в простоте или с щедростью. Но многие дают хотя много, однако принужденные со скорбью. Поэтому учат, что щедрость должна быть без скорби, даже с удовольствием и радостью. Ты должен радоваться, что за малую цену получаешь небо. Пойми же, какое различие между раздающим и благотворящим. Раздает тот, кто подает подаяние из полученного другого, а благотворит тот, кто подает из своего достояния. Послание к римлянам, 12 глава, 9 стих. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилипляйтесь к добру. Толкование. Ибо такова истинная любовь, а с нею удобно совершиться все. Благотворитель будет благотворить охотно, доставляя ближнему, как самому себе. Начальник будет начальствовать с усердием, подвязаясь за ближнего, как за самого себя. И так далее. Но так как и любовь бывает во вред, например, между людьми, соглашающимися на грабительство, и тому подобное, то присовокупляет, отвращайтесь зла. То есть, ненавидя зло от души, указывает на ненависть сильную и всем сердцем. Немало таких, которые хотя и не делают зла, однако желают его. Поэтому, говорит, я требую, чтобы ненавидели зло всем сердцем, чтобы душа очистилась. Поскольку я, говорит, предписал вам любить друг друга, то не думайте, будто я возбуждаю вас содействовать друг другу и в худых делах. Совершенно напротив. Я желаю, чтобы вы чуждались не только худого дела, но и всякого душевного расположения к нему. Недостаточно удаляться зла, но должно еще прилежать к деланию добра. Поэтому, сказал, прилепляйтесь к добру. То есть, имейте к нему расположение и любовь. В таком смысле и Бог, соединяя мужа с женой, сказал, прилепиться к жене своей. Бытие 2 глава 24 стих. Римлянам 12 глава 10 стих. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Толкование. Я, говорит, научил вас любви, и вам весьма естественно исполнять это. Ибо вы, братья, рожденные от одной утробы, то есть от купели крещением, следовательно, этим самым обязаны уже любить друг друга. Потому что признаком и обнаружением братства служит дружба. А дружба производится и утверждается братолюбием. Учит, как сохранять братолюбие. Именно, уважением друг друга и взаимным предпочтением. Ибо предупреждать, значит, предваряя друг друга в почтении. Послание к Римлянам 12 глава 11 стих. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Толкование. Так как многие, казалось бы, душевно почитают и любят друг друга, но руки к ним не простирают, то научают заботиться друг о друге и самым делом помогать другим. Предполагает возражение. Как можем мы в усердии не ослабевать? Если, отвечает, будем гореть духом, то есть, если будем усердны и ревностны, заметь также, что духом пламенейте сказано уже после исчисления многих видов добродетели. Ибо кто исполнил вышесказанное, тот привлекает благодать духа и возжигается огнем его. Когда ты братолюбив, когда имеешь любовь и другие добродетели, о которых прежде сказано, тогда служишь Господу, ибо Он к себе относит то, что ты делаешь для брата. Послание к римлянам, 12 глава, 12 стих. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Толкование. Так как требуемое апостолом есть нечто великое и трудное, то теперь он научает тому, что дает исполнение этого удобным. Научает действованию по упованию. Ибо упование делает душу более мужественной и смелой в опасностях. Надежда относится к будущему. Но, говорит, и в настоящем можешь получить великое благо, ибо терпение в скорбях сделает тебя терпеливым и опытным. Молитва есть великая помощь к совершению всего вышесказанного. И не сказал просто молитесь, но будьте в молитве постоянны. Если тот час ничего не получаешь, будь постоянен и достигнешь того, чего желаешь. В римлянам 12 глава, 13 стих. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о страноприимстве. Толкование. Сказал выше, благотвори с радушием, всем вообще отверз руку. А теперь учит о милостыне к верным, ибо их называет святыми. И не сказал помогайте им в нуждах, но принимайте участие, показывая тем, что вспоможение есть купля и общая прибыль, ибо ты подаешь деньги, а они воздают тебе небом. Не сказал также в больших издержках, но в нуждах, чтобы удовлетворить нуждам святых. Как же они жестоки и неподобны зверям те, кои не помогают святым в их необходимых потребностях. Не сказал будьте страноприимны, но ревнуйте о страноприимстве, научая нас, чтобы мы не дожидались, когда нуждающиеся придут к нам, но сами бежали к ним и догоняли их, как поступали Авраам и Лот. Послание к римлянам, 12 глава, 14 стих. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Толкование. После учения братолюбии и любви к своим, предлагает, наконец, наставление и о том, как мы должны относиться к врагам. Не сказал, не помните обид, не мстите, но, что гораздо более, благословляйте, и присовокупил, не проклинайте. За бы мы не проклинали, а только благословляли. Кто благословляет гонящих его за Христа, тот показывает, что он с радостью терпит за любимого. А кто проклинает, тот показывает, что он не радуется, а потому дает знать, что он не любит того, за кого гонят его. Римлянам, 12 глава, 15 стих. Радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими. Толкование. Великий нужен дух, чтобы не только не завидовать, но и радоваться с радующимися. Это показывает душу совершенно свободную от зависти, и гораздо больше, значит, нежели плакать с плачущим, потому что к плачу побуждает сама природа, влекущая к состраданию. И так научает нас тому и другому, то есть и состраданию, и чуждому зависти, расположению ко всем, даже к гонителям. Послание к Римлянам, 12 глава, 16 стих. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Толкование. Опять рассуждает о смиренном мудрии, ибо естественно, что в Риме, как в столичном городе, была болезнь гордости. Смысл сказанного такой, ты почитаешь себя великим человеком, почитая брата таким же, ты подозреваешь, что он помал и низок сердцем, произнеси такой же суд и о себе, и таким образом смиришь всякое высокоумие, и не будешь гнушаться им, будто лучше его, но станешь почитать его, как равного себе, как и самого себя. Научает нас, как можно, исполнить прежде сказанное именно. Если, есть и не будем, высокомудрствовать, мы последуем смиренным, то есть станем подражать униженным и презираемым, то есть не зайдем применимся к ним. То есть не думайте, что сами можете удовлетворить себя во всем, и не имейте нужды в освете, в совете другого или вдруг в том, кто внушает должное. Моисей беседовал с Богом, однако имел нужду в совете с тестем. Римлянам 12 глава, 17 стих. Никому не воздавайте злом за зло, но опекитесь о добром пред всеми человеками. Полкование. Если упрекаешь другого в том, что он сделал зло, то зачем подражаешь ему и сам делаешь зло? Не сказал, не делая зла неверному, но никому. Будет ли он язычник или другой кто? Так говорит не для того, чтобы мы жили для тщеславия, но для того, чтобы не подавали повода укорять нас тем, которые желают этого. Ибо требует, чтобы мы жили несоблазнительно и без преткновений, потому что за нами и за касающимися нас наблюдают многие. Послание к римлянам 12 глава, 18 стих. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Полкование. Прекрасно сказал, если возможно с вашей стороны. Ибо иногда невозможно быть в мире, например, когда идет борьба за благочестие или за обиженных. И так внушает, исполняя свои обязанности и никому не подавать случая к вражде и смятению. Если же видишь, что оскорбляется благочестие, то восстань мужественно, сражаясь за истину. Однако не против человека враждуя, но против нечестия, а человеке напротив, сожалея и щадя его. Таким образом, что прежде казалось невозможным, то становится возможным. Ибо что касается тебя, то ты находишься в мире с ним. А брань ведешь с одним нечестием. Послание к римлянам, 12 глава, 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте вместо гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Толкование. Дайте, говорит, вместо гневу Божию в отношении к обижающим вас. Если вы мстите сами за себя, то Бог не будет мстить за вас. А если вы простите, то Бог отомстит строже. Приводит и свидетельство, подкрепляя свое слово. Говорит же это для одобрения малодушных, потому что они ничего другого не желают, как видеть, что враги их получили за них отомщение. Послание к римлянам, 12 глава, 20 стих. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Уголья. Толкование. Здесь требует от вас высшей степени любомудрия. Что я говорю, рассуждает, должно жить в мире. Я повелеваю даже благодетельствовать. Сказал, ты соберешь ему на голову горящие уголья, снисходя к малодушию оскорбляемых. Ибо всего приятнее для человека иметь врага наказанным. Как бы так, говорит, ты желаешь отомстить ему? Благотвори ему. В таком случае ты отомстишь ему гораздо сильнее. Поэтому и сказал, соберешь ему на голову горящие уголья, обозначая этим сильное наказание. В этом смысле и выше сказал, дайте место гневу Божию. Римлянам, 12 глава, 21 стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Полкование здесь показывает, что мы не должны питать врагов такой мыслью, что привлечем на них большее наказание. Смысл сказанного такой. Не будь побежден злом. То есть делай это не с намерением отомстить. И не подражай делающему зло. Это значит быть побежденным. Но старайся более победить его благотворительностью своим. И отвратить его от злобы. Итак, сказанное выше высказано к ободрению малодушных. А теперь предложил совершеннейшее. Глава, 13 стих, 1. Всякая душа добудет покорно высшим властям. Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Толкование. Любимый стих безбожников, атеистов. Предложив слушателям достаточно наставлений касательно нравственности, и научив их быть благосклонными даже ко врагам, предлагает и настоящее увещание, научая всякую душу, хотя бы кто был священник, хотя бы монах, хотя бы апостол, подчиняться начальникам, ибо подчинение это не подрывает благочестие. А предлагает это увещание апостол с целью показать, что Евангелие учит не измене или неповиновению начальству, но благородному образу мыслей и повиновению. Что ты говоришь? Неужели всякий начальник поставлен Богом? Не то говорю я, отвечает. У меня теперь слово не о каждом начальнике в отдельности, но о самом начальстве. Что есть начальство, что одни начальства, а другие подчинены, и что нет смешения между высшим и низшим. Это я называю делом премудрости Божией. Ибо не сказал нет начальника, но нет власти ни от Бога. Поэтому говорю, рассуждает о самом предмете о начальстве. Подобно сему, когда премудрий говорит, разумная жена от Господа. Притча 19 глава 14 стих. Высказывает не то, что Бог соединяет каждого вступающего в брак, но то, что брак установлен Богом. Итак, все власти, какие бы ни взял в рассмотрение отца или над сыном, мужа или над женой, все ли прочие, даже те, которые существуют между животными, например, между пчелами, журавлями, рыбами, все установлены Богом. Римлянам 3 глава 2 стих. По всему противящейся власти противится Божьей установлению. Почему 3 глава? 3 глава, почему? Опечатка, Игнатий Иванович. Игнатий Иванович? А то ничего, следующая уже. Не 3 глава. 15 глава. Что? Римлянам... Это он берет оттуда. Да нет. 13-й, 13-й. Одиничку забыли поставить. Цифра одной нет. Цифра выпала. 13-й, 2. Так. Римлянам 13-й, 2. По всему противящейся власти противится Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Толкование. Да бы верующие не могли сказать, ты унижаешь нас, подчиняя начальникам тех, которые имеют получить небесное царство, показывает, что повинующиеся начальством повинуются Богу, или что гораздо страшнее, не повинующиеся начальством противится Богу, установившему начальство, а противящийся будет наказанный Богом людьми. Последний внушил, сказал, противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Римлянам 13-й, 3-й стих. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Толкование. Чего боишься или ужасаешься? Разве начальник бронит тебя, если делаешь добро? Разве он страшен для тебя, если ревнуешь о добродетели? Напротив, если ты делаешь добро, то начальник поставлен хвалить тебя. Он столь далек от того, чтобы наводить на тебя страх, что даже хвалит тебя. Римлянам 13-й, 4-й стих. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, а там мститель за наказание, делаешь ему злое. Толкование. Он говорит, содействует воле Божией. Например, Бог советует тебе быть целомудренным, и начальник предписывает тоже законами. Бог увещевает тебе не быть любостержательным. Погромче считай. И вором, и начальник поставлен судью над тем же. Следовательно, он нам поспешник в добрых делах, если предаемся ему. Значит, не начальник производит нас страх, но пороки наши, по причине которых и меч начальника, то есть власть наказывать. Начальник говорит, не напрасно опоясывается мечом, но для того, чтобы наказать порочных. Когда начальник хвалит добродетель, исполняет волю Божию. И когда употребляет в дело меч, есть слуга Божий, защищающий добродетель и прогоняющий порог. Многие делают добро не столько из-за страха Божия, сколько по боязни начальников. Посему, когда начальник защищает добродетель и наказывает порог, то он Божий слуга. Все.